Всем привет, я доктор Евгений. Показываю мануально-мышечный тест большой грудной мышцы. Две порции. Смотрим. Вот она, большая грудная мышца. И она делится на грудинную часть, то есть ту порцию, которая крепится к грудине. И ключичную часть, частично к грудине, частично к ключице. И если мы отведем руку в сторону и разогнем ее, то есть видно ход большой грудной мышцы. Крепится она к плечу. Основная функция это приведение плеча из любой позиции. Внутренняя ротация плеча и приведение из отведенное положение. Вот таким образом. Все помните, да? Жемлежа. Поэтому тестируем. Показываю. Тест большой грудной мышцы можно делать по двум типам. Это по типу толкай и по типу теней. Показываю два варианта. Начнем с ключичной порции большой грудной мышцы. Тестирование по типу толкай делается следующим образом. Исходная позиция. Я становлюсь на противоположной стороне от тестирующей стороны мышцы. Я, короче, стою на другой стороне. Я тестирую правую, сам стою слева. Понятно, да? Что делаем? Мы прямую руку выводим в сгибание 90 градусов. После этого делаем вращение. Куда вращать? Вращать нужно руку вовнутрь. Внутренняя ротация. Исчерпывающая, насколько допускает нам плечо. И просим удерживать руку в этом положении. Наше тестирующее движение, сразу показываю, будет в эту сторону. А сама мышца выполняет функцию. В данном случае она расслабься. Приводит руку вовнутрь. Она делает приведение отведенной руки. Позиция тестирующего следующая. Я становлюсь напротив руки. Стабилизация происходит за противоположное плечо. Мы не сильно на него давим. Мы стабилизируем за плечо и за грудную клетку одновременно. То есть вот таким вот образом располагаю я руку. Следующим шагом будет место приложения. Куда я буду прикладываться. Прикладываю себя, во-первых, манки гриппом. Обязаним захватом. И не так, а именно обратным хватом. То есть я становлюсь вот в этом положении. Подсаживаюсь на обе ноги. Становлюсь в разножку. Потому что, сейчас не сопротивляйся. Мое движение будет вперед. То есть я как бы из подсаженного положения буду вперед и вовнутрь давить. А теперь показываю, как выглядит тест полноценно. По фазам. Преднатяжение. Я стабилизируюсь. Стабилизирую пациента. Прикладываю руку. Вторая фаза. Прошу давить на меня. Давите. Натяжение. И третья фаза. Растяжение. Тест в данном случае является тоничным. То есть я поймал тонус. Чтобы понять норма тонуса это или нет. Нужно сделать ингибицию нейромышечного веретена. То есть по местам крепления я просто мышцу чуть-чуть ущипну. И сразу же перетестирую. Дайм на меня. Дайм, дайм, дайм. Это тест норма тоничный. То есть он показал нам сейчас адекватность. Вот. Теперь показываю по типу тяни. Все то же самое. Пред натяжение. Внутренняя ротация. Только в данном случае я становлюсь в размножку. И устанавливаю руку как бы захватом на себя. Я буду ручник тянуть на себя. Стабилизация за противоположное плечо и грудную клетку. Таким образом. Ладошкой прямой. Вывожу на 90 градусов. Становлюсь в размножку. И сейчас расслабьтесь, не помогайте. Я буду делать как бы подсаживание. То есть я на задней ноге просто буду подсаживаться. А вот эта конструкция моя не рукой работает, а корпусом. Не забывайте. Выводим первую фазу преднатяжения. Просим давить и вовнутрь натяжения. И теперь я подсаживаюсь и получаю фазу растяжения. Получаю тонус. Опять же перепроверка. Ингибиция нейромышечного веретена. И перепроверяем. Давим вовнутрь. Подсаживаемся и получаем гипотонию. Вот это тест по типу тяни. Уже вам не нужно будет бегать все время с одной стороны на другую. Если вам нужно протестировать мышцу с одной стороны, вы можете делать это на одной стороне, имея два возможных варианта. Толкай и тяни. Теперь переходим к грудинной порции большой грудной мышцы. Грудинная порция большой грудной мышцы. Делает приведение и большая степень по диагонали. То есть волокна укорачиваются вот в этом направлении. Так мы ее и будем тестировать. То есть вектор давления мы будем просить оказывать в сторону противоположного бедра. То есть правую руку, когда тестируем, мы будем просить давить в сторону левого тазобедренного сустава, левого бедра. Вот сюда. Что мы делаем? Мы стабилизируем в данном случае сейчас пациента за противоположное бедро. Вот здесь. Сами устанавливаем руку на среднюю треть предплечья и встаем на уровне таза. То есть наше тестирующее движение будет вот этим. То есть мы как бы с одной ноги будем сейчас переходить вниз на другую ногу. Вот это вот перекат такой. Просим удерживать руку. Первая фаза у нас преднатяжение. Установили. Средний треть предплечья, обезьяний захват. Просим давить в противоположное бедро. Давите. Это натяжение. И теперь давим сами. Это растяжение. Тест нормотоничный. Делаем ингибицию нейромышечного веретена. Просим давить еще раз. Давим, давим, давим. И получаем гипотонус. Вот так вот. По типу толкай. Теперь переходим на тип тяни. По типу тяни я покажу на этой стороне, чтобы вам видно было. Фаза преднатяжения это сгибание, внутренняя ротация. Теперь я встаю в разножку. Обезьяний захват будет следующим. Стабилизация за противоположное бедро и область таза. И сейчас будем просить давить в противоположное бедро. И сам я буду с передней ноги уходить на заднюю. И делать как бы вот это движение вниз. Поэтому первая фаза, стабилизация, точка приложения. Просим давить вовнутрь. И сами подсаживаемся. И получаем тонус. Ингибиция нейромышечного веретена и проверка на нормотоничность. Давим вовнутрь. Давим, 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 давим. Отлично. Получаем гипотонию. Все очень даже удачно, успешно, вполне себе адекватно, прекрасно, замечательно, невероятно. Все здесь хорошо. В общем, пробуйте, тестируйте. Не забывайте, что чтобы нормально тестировать, научиться качественно. Много надо чего перетестировать и много кого. Поэтому всех родственников сейчас обзванивайте. Всех соседей тестируйте, перепроверяйте. Если какой-то обучающий курс нужен, пишите, звоните. Номера есть, контакты все в описании. Проходите. Вот здесь вот ссылочки везде оставлю. Для того, чтобы вы умели тестировать, потому что уже все это рассказывал. Про фазы. А грудные мышцы рассказываю впервые. Смотрим до конца. Делимся, учимся. Пока.